Эксперты ООН выступили с заявлением о репрессиях и политике ассимиляции Китая в отношении детей уйгурских турок в оккупированном Восточном Туркестане. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подчеркнуло вчера, что государственная система школ-интернатов Китая в Синьцзя незначительно расширилась, что привело к тому, что детям не предоставляется образование на их родном языке, что приводит к принудительной ассимиляции. В заявлении подчеркивается, что эти школы-интернаты в основном используют мандаринский язык в своем образовании и маргинализируют использование уйгурского языка. Кроме того, остается актуальная тревога по поводу массового изъятия уйгурских детей из их семей, что привело к потере культурной, религиозной и языковой идентичности. Эксперты ООН также отметили экспоненциальный рост числа школ-интернатов для детей других этнических групп в Синьцзяне с закрытием местных школ, предоставляющих образование на родном языке. Политика геноцида китайского правительства в отношении уйгуров продолжается. Китай бросил уйгурскую женщину, которой было около 80 лет, в концентрационный лагерь. Выяснилось, что 79-летняя Хильчем Пазиль была приговорена к 17 годам тюремного заключения за участие в беседе с проповедью ислама в 2013 году. Стало известно, что Пазиль борется за свою жизнь в женской тюрьме Санжи на северо-западе Восточного Туркестана с 2019 года. Трем китайским производителям текстиля запретили экспортировать товары в Соединенные Штаты по подозрению в использовании принудительного труда на производственных линиях. С 27 сентября 2023 года продукция, производимая Ксиньян Джон Тай Групп, Ксиньян Тиан Шан Вул, Ксиньян Тайн Мэйн Фоундэйшн, столкнется с ограничениями на въезд в Соединенные Штаты из-за участия в производственной практике, направленной против этнических групп, включая уйгуров в Китае, сообщает Reuters. По оценкам аналитиков JP Morgan, доходы китайских банков могут упасть на целых 10% в 2024 году. Аналитики говорят, что все частные и низкокачественные государственные застройщики окажутся в бедственном положении. Эта цифра может возрасти до 13%, а прибыль банков упадет на 10%. В Китае за последние два месяца исчезли министры иностранных дел и обороны. На этот раз ничего не слышно о главе китайской компании по недвижимости Evergrande. Отмечается, что Evergrande – самая задолжавшая в мире компания по недвижимости. Американское издание Bloomberg утверждало, что Хуэй Кайянь был задержан полицией в своем доме. Акции компании, которые уже находятся в кризисе, потеряли почти 15% своей стоимости с этой новостью. Туркменистан, богатая природным газом страна Центральной Азии, отмечает 32-ю годовщину своей независимости. По этому случаю 27 сентября, в День независимости, который считается национальным праздником Туркменистана, по всей стране организуются такие мероприятия, как официальные церемонии, чтение государственного гимна, народные танцы и музыкальные представления, спортивные мероприятия и выставки.